доброго доброго утра еще раз девочки время 6 часов утра доходит нет время 5 35 погода посмотрите с утра знаете какая красота девочки солнце светит прямо в правый глаз нихуя себе жара я на лампочку похож свежо с утра очень хорошо вот так бы было бы целый день я бы просто балдел я бы в целыми днями гуляла ходила такая знаете туда-сюда как лебедушка понимаете такая есть черный есть черный лебедь есть белый а я черная лебедушка брюнетка так сказать чем голову бредет и болтаю просто представляете хорошо вот так вот я люблю по-другому никак знаете народ я хочу я вообще удивляюсь почему такие дебильные люди есть на планете земля вообще вот вот живу до полжизни прожила и думаю всегда когда попадаются на моем жизненном пути таки люди дома вроде бы взрослые да даже наверно повзрослей меня хочу такие дебильные то а может быть вы не ответите я не могу найти в интернете ответ девочки и веру меня куда-то пропала да ничего не писал вроде ничем я не обидела так девочки я не проверу я имею ввиду про дебильную нет а то сейчас подумает уже в ее адрес будет все опять не слава богу короче позавчера помните же до позвонила женщина но бабушка когда об когда я вела стрим я вот они хочу сказать позвонила и сказала да что короче ну нужна сиделка туда-сюда там землянцы который убегает из дома то все я предложила им к себе ее забрать ну наверно помните там если кто не помнит посмотрите там присмотреться стрим не помню в каком стриме у самой тоже деменции честно сказать не дай бог вот и вот и вчера мы должны были встретиться до с утра она потом написала что извините а нам города они вчера первого числа 30 это был 30 31 было нам нужно говорит больницу туда-сюда первого числа но очень баксарска мы забыли я вам позвоню написала нами смс ну ладно с кем не бывает я все понимаю забыли забыли конечно вспомнили надо в больницу запись у меня тоже такое бывает да мы съездили в больницу да ну вам же нужна сиделка блять что они блять я не понимаю не думать что они одни такие на планете земля что ли больные с деменцией больше никому не нужна сиделка что ли они такие самые необходимые что ли блять и вот девочки жду звонка но думаю это позвонят нету звонка девочки я вчера короче позвонила я говорю вы наверное передумали потому что вам нужна сиделка нет мы не передумали а чего вы не даете себе знать то что трудно позвонить что ли кому мне нужна сиделка или им нужна сиделка потому что меня как бы люди сейчас зовут да если я здесь как бы познакомлюсь если но я смогу с этой бабушкой сработаться у меня до 10 до 11 числа есть время значит я остаюсь дома если блять ничего если она очень такая уже все да там ну больная значит я еду ну другим больным правильно просто я далеко не хочу уезжать как бы вот и все ну вы позвоните скажите блять надо вам не надо блять я не понимаю народ все таки тупые то блять все вот еду короче вот рассуждаю вслух понимаете я должна сидеть блять и ждать у моря погода их него звонка и короче мы договорились сегодня встретиться после приезда марпасад пойду к ним скажу там начале города я вообще в шоке вот честно скажу вообще от людей просто в шоке я если мы съездим в больницу и я к вам перезвоню а чё ж блять еще недели не прошла вот так вот ответьте мне пожалуйста а тура спиналась а там чуть ли не слюнями брызгала что им нужна помощь и все такое да а потом я думаю жаба задавилась что ли или чё ли раз жаба задавилась идите сами сами они не могут родственники не могут она у родственников убегает они ее уже отдавали к родственникам она уходит из дома она тоже пытается убежать но человек больной вы понимаете больной человек там уже все там ну как бы сказать надо вовремя же тоже подлечивать запускают стариков ведь это не будет ни в больницу ничего не делают умирает эти головные клетки головного мозга снимаете с реки ты не виновата они же сами не хотят идти в больницу меня вот мама она не хочет я сейчас занята когда мне ее записывать кардиологу я на еще она не пойдет в больницу потому что у нее лес есть под палки не заставишь ей было предложено кое-как я и в прошлом году в марте перед коронавирусом а позапрошлом году до положила профилактическое лечение ой как девочки позапрошлом году потом короче это осенью и предложено было надо и два раза в год ложится в связи с ее возрастом связи ее заболеваниями у нее сахарный диабет гипертония но вы понимаете да сейчас у нее давление напьет а лекарства 150 на 100 до 150 даже чем-то я же волнуюсь понимаете она ходит в лес этим давлением и сахар 8 и 9 ну куда она вот куда она потому что она кушает понимаете все подряд стола пить есть она уже забыла все и вот так вот я например нервничаю за свою маму а вот другие дети я смотрю вообще нихера ничего не нервничают они вообще родителями не хотят заниматься я говорю мам пошли в этом осенью она не легла в больницу мне нормально все спина зимой заболела да я говорю мама надо в больницу говорю самолечением занималась игру мама ну ты понимаешь что спина она не просто так болит это может быть не спина это могут быть почки говорю это могут быть придатки говорю вы понимаете потому что у него как бы она она проходила и гинеколога и вот и узи делала но там много изменений и как бы нехороших изменений понимаете в этих органах сказали возрастные изменения девочки ночью возрастные 70 лет но какие возрастные изменения у меня тоже блять вы понимаете ходила кардиолога вот почему говорю у меня вот так и тогда с моим здоровьем спрашиваю задаю вопрос это у возрастные изменения девочки не было 38 лет у меня начались возрастные изменения да еще нету климакса у меня уже возрастные изменения как так врачи рассуждать что за возрастные изменения брать в 38 лет а 46 лет блять и возрастные изменения девочки ну куда блять я понимаю там когда начинается климах за может быть какие-то изменения в организме да потому что у людей бывает и в 40 лет начинается климакс бывает у девочек и в 30 лет начинается климакс по-разному да а тут климакса нет, блядь, возрастные изменения какие-то произошли. Ёбный урод, блядь. Ну, что за херня такая? Они сами не могут дать ответ. У них один ответ у всех. Возрастные изменения. Я вообще поражаюсь просто. А толкового ответа не судьба, что ли, дать врачам? Они же все же грамотные. Учатся, да, по 6-7 лет. Какие там возрастные изменения, блядь? Какая-то причина должна быть? Надо причину найти. И эту причину надо найти, да, по анализам, там, по обследованиям. И как бы, ну, корень, корень этих возрастных изменений, как они говорят, да, с их них слов. И как бы начинать правильное лечение-то. Ну, какие возрастные изменения-то? Я вообще не понимаю. Что за медицина такая? Что бы не болела, блядь? Что бы не заболела, да? Хоть сердце, хоть жопа, хоть пизда заболеть, блядь. Ну, что бы не заболела? Причина. Возрастные изменения, блядь. Пиздец, девочки. Как дальше жить, блядь? А если, блядь, сейчас дальше старше буду, блядь, тоже, там еще хуже возрастные изменения произойдут. Потому что, блядь, меня никто не лечит, блядь, от этих возрастных изменений. В кавычках, так сказать. Вот такая медицина у нас. Всем похуй. Я вот раньше, когда молодая была, я как бы об этом не задумывалась. Ну, как бы по причине своего возраста, по причине своей профессии я стала об этом задумываться, понимаете? Я вообще об этом не думала раньше. Когда мне было 20-30 лет, ну, какие там вообще, я вообще... У меня, кстати, знаете, у меня давление было еще, когда я молодая была, высокая. В 2010 году была жара, и мы шли с мамой, у меня так сильно болела голова, мы зашли, у меня 250 было давление, в скорую помощь зашли. Сделали какой-то укол, блядь. Чуть не подохла тогда. Возрастные тоже изменения, наверное, да, были? Тогда у меня, в 30 лет. Я не знаю, девочки, что делали, блядь. Тоже, что ли, вот разбогатить и поехать в этот, там, где у нас это... Мама отличненько лежит, лечится. В этот, воздравительный центр, неумывакина. Я посмотрела, такие цены бешеные, девочки. Там, короче, это, за голоданием стоит 146 тысяч. Одноместный номер. Двухместные, 88 девочки. Где мне, блядь, взять деньги такие? Где найти мне мужика, скажите, чтобы сила была и красота, и большой кошелек, блядь? Может быть, вы мне такого найдете? Я бы тогда ему душу отдала. Шутка, конечно. Не знаю, девчонки, как дальше жить. Не знаю. И люди не те, и медицина какая-то не та. Раньше травами лечились. Всякими муравами, да? В старые добрые времена. И жили подолгу. Долгожители были и по 100 лет, и больше 100 лет жили люди. Теперь, говорят, медицина шагнула вперед. Блядь. Ну, что-то я не вижу, чтобы она шагнула вперед, блядь. Что-то вообще ничего не лечится. Вообще ничего не лечится. Инсульт не лечится. Инфаркт не лечится. Генартроз не лечится. Сколиоз не лечится. Да вообще, блядь. Я не знаю, девочки. Инсиллофопатия не лечится. Зиминция не лечится. Альцгельмер не лечится вообще. Рак тоже практически не лечится. И рак обнаруживается только у нас в России. Я не знаю, как за границей, да. Онкологию могут обнаружить только на 4-5 стадии уже. Понимаете? Хотя люди там, ну, проходят медосмотр, да, всю жизнь, да. На онкотест раздают анализы. Первая, вторая степень, третья степень. Практически они вообще, сука, как слепые, блядь. Они ничего не видят там. Когда там уже пойдут в метастазы, они увидят, девочки. И то какую-то сделают ошибку, блядь. Что не туда пошла в метастазы. Понимаете? Я вообще не знаю, девочки, как. Много заболеваний не лечится. А медицина шагнула вперед. Угу. И препараты какие-то, все какие-то, эти ненужные препараты, очень сильно дорогие. А витамины? Возьмем витамины. Покупайте витамины там. Группа такая-то. Вот, значит, пейте их, блядь. Глотайте. Жуйте, да. Глотайте, купите там за 2-3 тысячи. Рыбий жир возьмем, да? Вот рыбий жир в капсулах. Вот дешевые не покупайте, а покупайте, ну, так вот. Я просто как бы обобщаю, да? По простым языком говорю. Купите такую-то фирму и по такой-то цене, блядь. Там тысяч за 5, они самые лучшие. А вот за тысячу они хуета. Я вам, знаете, что хочу сказать, девочки? Что за 5, что за тысячу, там все равно хуета. Там вам никто натуральный рыбий жир не положил, блядь, в эту капсулу. Я работала на фасовке чая. На гранде. Пасовала чай. Почему я говорю так? Я сравниваю, знаете что? Что вот когда на фасовке чая я работала, у нас упаковка одна заканчивается. Вот, ну, коробка или мешок ставим, да? В лейку, перед лейкой, да? Чай фасуем. Там в конце у нас уже последний человек стоит, сол длинный. У каждого своя операция, плойка, туда-сюда, фасовка, да? Взвешивают. Чего вы думаете? Упаковка закончилась. Три слона. Она закончилась, грубо говоря. Упаковка у нас есть пять слонов. Так? Так. Ну, а хули, блядь, раз упаковка есть пять слонов, а три слона нету? Значит, давайте будем фасовать в пять слонов. Пять слонов, девочки. Чай, например, стоит 200 рублей. А три слона 100 рублей. Девочки, ну, ведь там же пять слонов, блядь, вы представляете? Это как пять звезд. Что отель пять звезд? Там VIP, да? Там все включено. Я понимаю, там заметная разница. Так? Так. Отель три звезды. Там уже только завтрак может быть, и то завтрака может быть не быть, да? Ну, там заметно, да? А тут же в упаковке, блядь, как кота в мешке покупаешь. Ну, зато пять слонов. А нахуя я буду покупать? У меня же деньги в кармане есть. Он, наверное, вкуснее пять слонов, чем три слона. Конечно же, я куплю пять слонов, девочки. То же самое и с лекарством. Я что хочу сказать? Мы же не знаем, что. Напишут там состав вам, блядь, отрекламируют вам там все, да? Откуда мы знаем? Мы как моргослепые котята, девчонки. Все. Откуда мы знаем вообще процесс этого производства, этих лекарств? Откуда мы знаем, из чего там они составляющие? Составляющие. Так же и рыбий жир, девочки. Так же все эти витамины. Я вообще никому не верю. Потому что прошла я эту школу, блядь. Понимаете? Лишь бы, блядь, с людей деньги содрать. Ну, купите вы за пять тысяч рыбий жира, блядь. Пейте вы его. И будете заниматься самовынушением, верить в будущее. Что вы будете всегда молодой и красивой, блядь. Лучше взять свежую рыбку купить и скушать рыбку. Там хоть вы действительно почувствуете натуральный рыбий жир. Правильно я говорю? Я думаю, что я правильно рассуждаю. Рыба-то она составляющая из натурального рыбьего жира. Правильно? Как и свинина, и свиновый жир, да? Так и говядина. Там говяжий жир, баранина, бараний жир. Давайте, блядь, девочки, заменим всю продукцию на таблетки. Ну, хуя? Нам сейчас выпустят, чтобы мы не покупали говядину. Потому что красное мясо полезно. Выпустят какую-нибудь капсулу, блядь. Чтобы заменить это все. И будем употреблять. И будем верить в хорошее будущее. И скрючиваемся, блядь, потом. Через какое-то энное количество времени. От чего мы скрючились? От чего мы заболели? А хуя его знает. Возрастные изменения произошли, девочки. Да. Врачей спросишь, а почему вот так вот стало мне плохо, да? Что-то там плохо себя почесывало. Как что, блядь? Возрастные изменения у вас. Но вам никто не скажет правду. Что вы нахерачились этих таблеток? И отравились в организм? Вот так, девчонки. Вот такие у меня утрешние рассуждения. Вот такая у меня тема. На сегодняшний день. Может быть, я ненормальная. Вы пишите. Я не обижусь на вас. Может быть, у меня какие-то ненормальные уже мысли посещают голову. А что делать? Со стороны виднее. Я сама же себя со стороны не вижу. Мне нужно обязательно ваше мнение обо мне. Пишите, пожалуйста. С вами была я, Багера, на канале Дневник Багера. Ой, оставайтесь со мной. Хорошего вам всем дня. И светлого будущего. Всем. Субтитры сделал DimaTorzok